Ребята, здравствуйте! Хочу обратить внимание участников школы на двух ребят. На Сергея Осадчева и на Владимира Фомичева. Не так давно Володя Фомичев начал действительно выполнять домашнее задание. Ребята, смотрите, одни ребята просто читают, как кто-то что-то сделал. Бросайте программирование, ничего не будет. Все надо прописать. То есть, смотрите, вот возьмем пример домашнего задания. Курс 14, завершаем настройку нашего Django сервера. Как раз тут и по серверу посмотрим. Ну и там, бла-бла-бла. Теперь, разъяснить по документации три директивы. Конечно, Володя Фомичев сделал потрясающее домашнее задание. Вот нормально сделаны домашние задания. То есть, директивы, виртуальхоз, да? Директивы для споставления, то есть, четко расписано. Расписано все, да? От и до. И расписано намного больше, чем дано в домашнем задании. Ребят, есть две важные вещи. И первая из них это про искать. Вторая – вести собственную документацию. Вот смотрите. Одно дело мы просто прочитали. Да? Это влетело, вылетело. Ребят, вы должны... Первое. Перейти на сайт. Сами все прорыть. Прописать, как дальше будем рассматривать, все это ручками. И я вот вижу, что Асачи вот слушает, да? То есть, почему вот он хорошо программирует. Хотя затык был, вот я покажу, да? Вот молодчина. Три недели боролся, но поборол. Сейчас расскажу попозже. Все дело про штудировать. И самое главное, ранее видео я показывал, что я увидел, что Владимир тоже в маркдаун себе ведет записи. И понять, разобраться. Не надо бояться потратить лишний час. Быстрое обучение программированию – это и есть копание на определенном моменте, в каждом. Не надо быстро. Это первый момент. Второй момент. Смотрите. Вот Сергей Асачи. Ну, не получалось. А мы работаем с сервером. Ведь очень удобно, конечно, когда мы виртуально, бог, создаем сервер. Зачем это нужно? Ведь сервера разные будут. Мы взяли сейчас простую там конфигурацию. Взяли Apache. Взяли ModVSGI. Взяли простые вещи. Но потом же мы будем брать NGX. NGX совместно спаривать с Apache. Потом NGX отдельно. То есть, конечно же, на основной машине делать такие сервера, ну, грубо говоря, загубить систему. А виртуалки сколь угодно. Ну, не понравилось, удалил, и черт с ним. И вот я наблюдал за Сергеем Асачем. Ну, не выходил у него адрес вот этот, да. Ведь мы добивались чего в курсах, да. Вот я говорю про эти курсы. Django 2 плюс сервер. Сейчас, секундочку. Django 2 плюс сервер. Про эти вот курсы. Мы добивались того, чтобы... Чтобы... Почту посмотрю. Чтобы, то есть... А, вот то, что нам и надо. Чтобы на... То, что происходит в виртуалке, на основной машине у нас показывался адрес. И, по сути дела, мы меняли там порт, грубо говоря, порт 8080. Ну, сайт назвали так, Django 2 Localhost, да, 8080. Бинго. Ну, то есть заработал. И вот три недели человек ковырялся, но все-таки достиг результата. Что похвально. Ребят, я и говорю, ну, не сдавайтесь. Вот чем хороша группа? Вот то, что написал Сережа, да. То есть свои ответы довольно сложных вот этих изысканий. Мы сейчас тут просмотрим. Довольно сложных изысканий, да. И вот оно решение. Решение, конечно, оказалось очень простым, но до него надо было добраться. Условно у него на это... Как я вот где-то примерно 2-3 недели. Но бывает такое. И что я вижу с этих скриншотов? Что он делает правильно? То есть я отлично вижу, что он работает... Мы работаем в среде пейчарами, что он работает либо в MS, либо в Nano. То есть, ребят, никаких каких-то визуальных сред на сервере. Все с командной строки. И вот спросите у Осадчева, да, который писал... Ну, будем считать по нынешним временам, но не так давно. Сейчас, секунду. Сейчас, сейчас, сейчас. А, ну, когда-то он писал, пять месяцев назад я и Ubuntu установить не мог. Это было написано 31 марта 18-го года. Человек пришел полнейший ноль. Установить Ubuntu для него было как собрать космический аппарат. Сегодня человек совершенно спокойно работает с командной строки с серверами, и ему это нравится. Я просто вижу, что он работает правильно. Ребят, вот отсюда получаются знания. Когда первый этап, вы сервера научитесь собирать с командной строки, ну, по сути дела, что такое командная строка? Грубо говоря, это просто тот же менеджер, просто понимание каталога. Все, каталоги в Linux одни и те же, поэтому разобраться в них несложно. Вижу. Дальше я посмотрел, вижу, что вот ошибки, да, Python, менеджер, R добавил и в конце набрал правильно. То есть человек следует советам, вот в чем его успех. Ребята, я говорю, набирайте ручками, набирает ручками. Можно было бы скопировать. Молодец. И показал, что, слава богу, и сам раз, что проект заработал. Просто-напросто я уже проговорил вам вот эти вот две вещи, на что обратить внимание. По домашнему заданию Фомичева Владимира и Сергея Сачча. Вот показал, да, реальные ребята. Ну так делайте, ребят. Ну кто мешает? Ребят, делайте. Не надо торопиться. Я вас очень прошу, не будет с этого толку. Будет толк, если вы копаете, если вы идете спокойно по шагам. И помните, все получится. И один совет новичка. Вот, подождите, для такого, для новичков подскажу такую вещь. Мы подскажем такую вещь интересную. Сегодня написал парень на Беларусь. Да. Просто, возможно, это будет интересно. Спасибо за внимательное отношение к пилычам Жанга. Именно благодаря вашему курсу для начинающих начал понимать то, и что есть в других учебниках. Сегодня запустил первый раз админку. Делал неделю, потому что, ну, потом на эту будут минуты уходить. Это всегда так. У вас один сервис, версия 1.11. Я пытался сделать. Значит, ребят, смотрите. Сначала оговорюсь. На сайте есть курсы Джанга 2. Да? Но, все равно я говорю, ребята, делайте с первой версии. Джанга можно понять только так. Другие методики работать не будет. Если вы, например, возьмете книгу Джанга 1.11 или Джанга 2 и начнете читать, у вас будут дырки. Ведь в Джанга, самое важное, они переименовывают, переделывают, перемещают классы. Именно к этому надо, в этом уловить Джанга. Если вы поймете, потому что сами названия библиотек, они все одинаковые. Только она в одной версии в одном месте и в другом. Ну, так устроена Джанга. Они переписывают код. Ребят, ну, на самом деле, то, что пишет Эдуард, это для меня не новость. По одной простой причине, что много очень историй, и можно прочитать первые статьи. Кстати, ВКонтакте, СПБ, нижнее подчеркивание, тут, это новости школы. Всегда можно зайти и посмотреть, что творится в школе. Так вот, система школы рассчитана на что? На то, чтобы человек поплыл сам. И Эдуард ни первый, ни последний. То есть, меня здесь что-то не удивило. Я отлично понимаю, что ребята, которые проходят уроки, начинают понимать книги, начинают понимать документацию, то есть, все. Вот был Александр Гланин, который писал, да, прислал благодарность. В банк взяли разработчикам. Грубо говоря, человек ранее разносил, продавал телефоны, а потом стал программистом. Школа дала хороший старт. Так вот, ребят, смотрите, он правильная фразу к мелочам Жанга, потому что, ребят, я всегда стараюсь в школе дать мощную платформу, потому что, на самом деле, мощная платформа, она и дает возможность плыть и идти самостоятельно. Просто-напросто, опять же, это касается полностью тематики, с чего я начал видео. Делайте скрупулезно, не бегите. Почему? Еще раз. Потому что, если вы считаете, что вы просмотрели быстро, там, два суроков, ребят, это пустое дело. Методика в школе складывается из нескольких вещей. Во-первых, это изучение двух языков. Во-вторых, это просмотр видео, самостоятельная работа. Ну, все поймете, когда придете в школу, да? Выполнение домашних заданий. Много очень самостоятельной работы, на которую я обращаю внимание. То есть, практика Python OP, где вы уже нарабатываете те вещи, уже делаете самостоятельно, кроме видеоуроков, те вещи, которые часто встречаются в коде и необходимы. Ну, и много-много всего. В общем-то, какой посыл? Посыл очень простой. Ребят, мы рассмотрели три момента. Я показал на примере Владимира Фомичева, что такое выполненное домашнее задание, да? То есть, действительно выполненное, добросовестно. Видно, что человек и сам понял, и другим помог. И рассказал про случай Сергея Сачева, который, да, три недели ушло, но, тем не менее, человек все равно увидел этот сервер. То есть, грубо говоря, что он не видел? Он запускал сервер в виртуальной машине, а потом мы должны были увидеть этот сервер, то есть сайт, который находится в виртуалке, на основной машине в браузере. Но ведь это удобно, понимаете, сайт делать. Вот это у него не получалось. Ну, в конце концов, получилось. И у вас получится. Просто говорю, ребят, спокойно, главное не сдаваться, главное не сдаваться и добросовестно относиться ко всем советам, то есть выполнять, делать, делать и делать, и все получится. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!